Любишь парковаться, люби платить за парковку. Вопрос платных стоянок в центре столицы Чувашии сейчас рассматривают в городской администрации. Технологии, которые позволят организовать такую практику, сегодня презентовали журналистам. Я вожу машину ловко, но одна беда – парковка. Выезжаю с позаранку, чтобы отыскать стоянку. Про нехватку парковочных мест в городах россияне уже слагают стихи. Проблема этой знакомой столицы Чувашии, как бы парадоксально не звучала, изменить ситуацию в лучшую сторону позволит как раз ограничение парковки в центре Чебоксар. То есть, если она станет платной. В настоящий момент мы работаем над определением зоны платных парковок, улиц, входящих в эту зону. Предварительно эта зона ограничена улицами Президентский бульвар, Энгельса, в том числе и ЖД вокзал. Потому что сегодня мы были, когда искали место, где организовать презентацию данного оборудования, поставить этот автомобиль, пригласить вас, мы заехали на ЖД вокзал. В настоящий момент сейчас ЖД вокзал забит машинами. И машинами, как вы понимаете, не теми, кто уехал на поезде, не теми, кто кого-то встречает или ожидает. То есть, там просто люди, находящихся поблизости предприятий. Организовать платную парковку на значительной территории без особых хлопот позволяют такие устройства, как паркоматы. На улицах Москвы они стоят уже несколько лет, недавно появились у соседей в Казани, Нижнем Новгороде. С помощью сотрудника или системы фото и видео паркомат фиксирует время, когда автомобиль заехал в зону платной стоянки. И первые 15 минут плата не взымается, а затем включается счетчик. Расплатиться можно банковской картой, смс-сообщением с телефона или через специальное приложение. Кроме того, умные устройства можно объединить в одну систему. Объединив всю информацию, вы можете в дальнейшем уже, находясь в офисе, дома, прежде чем выйти куда-то, посмотреть, зайти на портал, посмотреть тарифы в зоне парковки и плюс их свободные места. Плюс у человека есть свой личный кабинет, который он может пополнять либо через мобильный счет, либо через паркомат, либо через смс. Каковы будут тарифы на парковку в центре города, в городской администрации пока не определились. Водители таким нововведением, скорее всего, не обрадуются. Так что надо все тщательно продумать. Кстати, вырученные средства могут пойти на ремонт дорог благоустройства города. Ольга Пырочкин, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.